Сплавы, пешие походы, конные прогулки, спелеологические туры. Самые распространенные в нашем крае виды летнего отдыха. Денис – путешественник со стажем в 20 лет, обошел весь 59-й регион. Туристу есть на что посмотреть в Пермском крае, признается молодой человек. У нас, в принципе, край очень красивый. У нас очень много шикарных мест природных, всяких памятников. У нас очень много пещер, в частности, Голубое озеро. Оно имеет очень большую глубину, насколько я помню, более 60 метров. И вокруг него очень много других памятников. Там грот первобытного человека, много различных скал бойцов на Чусовой. Начинающим туристам, желающим полюбоваться на незабываемые виды и испытать себя на прочность, Денис советует отправиться на сплав по таким рекам, как Сылва и Чусовая. Для пеших походов на Камни-Полют – Ветлан, Поминенный. Для любителей пещер я бы советовал все-таки Губахинский район. Это пещеры сухого лога, то есть там геологов один, два, три. Каменный город, наверное, многие слышали. Усинские столбы рядышком есть. То есть тоже, грубо говоря, в шаговой доступности, 5-6 километров, но замечательные, красивейшие места. Главное достоинство многих природных памятников Пермского края – их доступность. До некоторых из них можно добраться личным транспортом. Но без туристического инвентаря все-таки не обойтись. С сумкой в походы вы не пойдете, вам нужен рюкзак. Под одеялом спать тоже некомфортно, нужен спальник. Тут уже все зависит от финансовой возможности человека и от его планов на будущее. То есть, если он планирует ходить в походы и как-то в дальнейшем развиваться в теме туризма, то, конечно, я рекомендую начать с снаряжения уже более-менее премиумного уровня и взять его себе. Если человек не планирует просто с друзьями за компанию, то тогда, наверное, лучше взять в прокат. В Перми существует более 10 прокатов туристического снаряжения. Если ехать на выходные и арендовать все необходимое, можно уложиться в 1500 рублей. На сплав – от 3000 на человека. Итоговая сумма зависит только от ваших потребностей и маршрута, составить который можно без помощи агентств. К примеру, на сайте Красновишевского района даны справки о всех его достопримечательностях и особенностях туристических направлений. Куда бы вы ни решили отправиться, до отъезда стоит зарегистрировать маршрут в МЧС. Для этого достаточно позвонить по указанному телефону и обозначить состав группы, сроки похода или сплава, направление и дату завершения. По окончании поездки нужно будет уведомить о возвращении.